Микс Ньюс. Сегодня мы поговорим много о политике, в том числе и о том, как действительно происходят вот эти низвержения, может быть, с политического олимпа, какие-то перетрубации. То, все, что происходит сейчас в политике, мы будем обсуждать и комментировать с депутатом Сейма, с предпринимателем Дидисом Шмидтсом. Здравствуйте, доброе утро. Хочу сразу анонсировать номера телефонов 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Можно писать ваши вопросы в WhatsApp и задавать 2-3-0-6-1-9-1. Ну и, может быть, начнем вот действительно с событий, которые произошли не так давно, вот на Эспланаде, когда прошел организованный Алдесом Гобземсом митинг. Можно ли это воспринимать как прощупывание ситуации и заинтересованности людей в создании какой-то новой политической силы и, может быть, какие-то амбициозные все-таки планы независимых депутатов создать такую силу? Нет, ну Алдес Гобземс уже довольно давно сказал свои планы, что он 22 ноября, по-моему, создает партию, свою партию. Так что это было просто мероприятие до создания партии. Ну, и тут все известно и логично. Ну, я там особенно Алдеса комментировать не хочу. Он выбрал свой путь, он в этом пути идет. На этом мероприятии было, я думаю, он считает его позитивным, в смысле довольно много людей пришли. И успех Алдеса, но что будут делать другие независимые депутаты, это что увидим. По крайней мере, я в этих, как сказать, в партии Алдеса поступать не собираюсь. То есть вы пойдете своим путем? Я думаю, да, каждый человек, политик выбирает свой путь. И Алдес выбрал свой путь. Я желаю успеха, я особенно комментировать хорошо-плохо не хочу. И пусть все удачи ему. Если говорить про ситуацию действительно в Сейме, мне кажется, она достаточно такая необычная, поскольку и в согласии, и в КПВ ЛВ происходили какие-то перемены, которые привели к тому, что многие депутаты вышли избранные от этих списков партийных, вышли из партии, вышли из фракции. Вот можно ли проводить какие-то параллели, говорить о какой-то общей тенденции? Я думаю, что да. Конечно, у каждого нет так, чтобы одна причина была всех выйти из своих фракций и так далее. Но, я думаю, одна тенденция там видна. Люди, которые... Люди не хотят больше просто бить пешками в какой-то игре, шаховой или другой. Они хотят голосовать, как они и обещали своим выбирателям, как они и обещали, дая клятву, становясь депутатом Сейма, по своими принципами и как они считают правильным. Если прочитать даже кодекс этики депутата, который включающий в этом Саймс Катрибс Рулес, там депутат не может отзываться на то, что он голосовал или принимал другие решения, не по своей воле, а по каких-то решениях партии, фракции и так далее. Я думаю, это ясно, что... И нам часто говорили, что, ну, политологи и так далее, что у нас проблемы в парламенте уже не сейчас, а уже 20 лет, что там слишком много партий и слишком много разных мнений. Лучше бы было, если были пару партий и так далее. Я абсолютно так не считаю. Я думаю, этот парламент особенно показывает, что наша главная проблема в политике, что личности очень мало в парламенте. И с каждым призывом, что меньше и меньше. А личность всегда свободна, в своей сути, лидер всегда голосует, действует, как он считает, правильным. Конечно, я не говорю, что, конечно, коммуникации между депутатами, зависимыми или независимыми. Иногда так говорят, ты только независимый, типа, ну, как будто упрекаешь, что я там не в какой-то фракции. Как правильно быть зависимым? То есть, конечно, надо решать, то есть, надо дискутировать, надо принимать решения. И, конечно, компромиссы всегда будут. Я тоже готов на компромиссы. Но есть потолок компромиссов с совестью, с принципами и своей политикой. Так что, я думаю, что это показывает, что у нас есть фундаментальные проблемы в политической системе, то есть, в партийной системе. И что это будет как-то решаться. У меня есть взгляд, как это, что произойдет. Ну, пока, скажем так, пока еще рано, наверное, говорить об этом. То, что будет серьезные перемены намного серьезнее, чем два года назад, в 22-м году уже, я это вижу как очевидным. Это тенденция не только в Латвии, ведь там периферии, кстати. Ну, то, что, если посмотрим в политику мировой, то если было такое, ну, скажем, последние 20 лет, ну, может, меньше 20, ну, примерно 20, считалось, что такими сильными лидерами уже не место политики, тут идут такие, ну, никакие, да, что все идет прекрасно, и что особенно там нечего лидерам решать. Я думаю, сейчас мы видим, что всегда спрос к лидерам был, и нигде не исчез, и это возвращается сейчас. Потому что ясно, что если посмотрим на Латвию конкретно, да, можем всякие обсуждать, как у нас дела идут. Конечно, сравнить, как у нас шло дела в 90-х в начале, и сравнить с сегодняшним, конечно, мы живем лучше в целом. Это не бесспорно, я думаю. Но всегда ведь сравнение. Если сравнить, как идут дела у наших главных конкурентов, главных, скажем так, да, главных конкурентов Эстонии и Литвы, то мы видим по всем экономическим показателям, мы в последнем месте. Этот отрыв только увеличается. А в чем причина? Я думаю, причина в том, что как-то так получилось, это, если вернемся к тому, что я сказал, я думаю, не знаю, партийная система или как далее, у нас личность не попадает в политику. В Эстонии и Литве это немножко по-другому. В Литве у них вообще другая выборная система, у них есть смешанная система, то есть половина депутатов всей Литвовской выбирается одномандатным округом, у них есть президент, выбранный народом, который гарантирует эту стабильность четырех лет, в смысле, что избиратель имеет свою власть в личности президента, которая не будет меняться четыре года. Если в парламенте что-то шатается, нормальный демократический процесс, то есть какая-то гаранта стабильности. В Эстонии по-иному, как-то у них получилось в 90-х, начале 90-х, сильно поменять элиту. Там пришли новые люди, там, по-моему, Марта Ларса, тогда премьер-министром было 24, что-то такое. И у них действительно удались эти сильные реформы, изначательные. И что бы сейчас не происходило, это уже последствия тех важных решений, которые не успели сделать в 90-х. Мы-то можем говорить, что у них там финны помогали с советом и так далее, это, наверное, тоже имеет место. И не важно, я, кстати, не хочу много говорить, почему это так все было, но вопрос, будем ли мы изменять это или нет. И это, я думаю, действительно под вопросом. Но мне кажется, что, если вы говорите про личности, есть все-таки объективные обстоятельства. Мне кажется, что лидеры партии очень боятся личностей, ярких личностей в своей партии, которые могут, в принципе, претендовать каким-то образом или на их место, или и потеснить их. Вот мы видим в согласии, например, ну, это очень яркий. Абсолютно согласен с нами. Одно, чтобы подтеснить их, это в конце уже будет, но изначально не слушать. Ну, сейчас, скажем так, сейчас балансирует партия с чем, что какие-то, ну, какие-то лидеры как будто нужны, ну, чтобы пройти парламент. Ну, как-то там они должны кого-то найти, которые умеют говорить более-менее. Это зависит, если сравнить с уровнем других, ну, там не очень ниже других. Но, конечно, такой призыв лидеров, сильный призыв лидеров, конечно, это страх тем, которые используют политическую систему для личного блага. Потому что ясно, что человек, который лидер, который личностью не будет слушать и не будет действовать по какими-то неясными принципами. Так что, следующий сейм выиграет те, я не думаю, что, кстати, кто это будет одна, или даже партия, или список, те, которые поставят, вот, как раз переступят через это и поставят список личностей, независимых человек. Как будто, ну, это, и это произойдет. Вопрос, кто это сделает, как это все будет. И то, что происходит в парламенте, никогда до сегодняшнего дня не было столько независимых депутатов. Это число еще не остановилось. Я не буду сейчас гадать, но я знаю, что это еще будет увеличиваться. Так что это тоже такой, может, маленький индикатор того, что происходит. И мы должны вернуться к тому, что изменения политической системы тоже нужны. Я думаю, что тот путь, который взяла Литва, он абсолютно правильный. Хотя бы половина депутатов из конкретных округов, то есть индивидуальные округи, у нас это тоже было, кстати, все забыли просто. Верховный совет так и выбрался. В соответствии, один депутат тогда выбрался в мажоритарной системе, в принципе. И все сегодня говорят, что это будет самый сильный парламент Латвии. Ну, как-то получилось. Может быть, надо насчет этого серьезно думать. Конечно, власть, которая у власти сегодня, ни по каким... Это будет препятствовать этому до самого последнего минуты, потому что тогда у них точно все кончилось. Потому что найти 50 личностей в одномандатном округе, там невозможно. Если говорить о том, что мы только что говорили, да. Не только невозможно, но опасно, да. Общая такая система. Очень опасно для этого фунда... Это картель, который сегодня, я считаю, в Латвии политический. И второй вопрос, конечно, на народно выбранный президент. Это, кстати, надо... Там, кстати, не надо ничего нового придумывать. Многие не знают, но в 1934 году в двух чтениях в парламенте прошло изменение в конституции с отверстями, чтобы был народно выбранный президент. И третье чтение должно было произойти, по-моему, 18 мая. Но не произошло, потому что кто-то понял, что его никогда не выберут. То есть Карл Сулман, если сделал переворот страны. Зная, что его никогда не выберут, потому что в последних свободных выборах в парламенте его с первого места в объединении крестьян, то есть партии крестьян, вычеркнули на 12-й. Он, в принципе, не попал в парламент. И он очень хорошо знал, что его никогда народным президентом не выберут. И его отношение к демократии личным. Так что надо просто взять и в третьем чтении закончить ту работу, которая начала с 1934, и проголосовать в третьем чтении народно выбранный президент. Кстати, там не очень увеличили его полномочия и так далее. Я никогда не считал, что с тем, что мы будем выбирать президента, он там должен быть, не знаю, какими-то полномочиями. Извините, у него самая главная полномочия будет выбранной народом. Уже по конституции президент очень много может. Он может призывать к созданию парламента, его правительства, к своей постановке дня и так далее. Он выбирает премьеру, он может отпустить парламент, то есть подавать на референдум парламент. У него очень много уже инструментов. Вопрос, лишь ли он, вопрос, когда он приходит в первый термин на свой пост, думает ли он о нации и будущей нации своей страны, или думает о втором посте. Мы, очевидно, видим, что исключением может быть, это тоже под вопросом Агар-Види Фребраг, но остальные... Она, может, и думала на широте того поста, но она все ввела так, чтобы просто его нельзя было не... Не ввы, да. Но это тоже в стиле есть значение. Так что вот этот вопрос, да, если у нас будет президент, который будет отчиться в это народу и будет думать, как на второй пост попасть, потому что его готовы полголосовать за него, это будет совсем другая ситуация. Я считаю, что такие перемены нужны. Я не считаю, что это лекарство стопроцентное. Конечно, участие людей, политики, образование и так далее, желание поступать, чтобы подтолкнуть свою страну вперед, с нашего каждой личности зависит. Но если мы видим, что как-то у нас не идет дело, может быть, повторяя 20 раз то же самое, неправильно, может, надо попробовать какое-то изменение. Не будет это работать, не будет этого результата, можем всегда вернуться к той же системе, которая сейчас. Я очень хорошо помню, читая в свое время, когда учился в университете, сценограммы Сатарас-Масапово, где в Конституции принималось, эти дебаты насчет разных возможностей, например, выбирать президента и так далее, все говорили, ребята, ну, там СОРС шел, конечно, насчет этого, но нас не было никогда в общей стране и в общей Конституции. Ну, принимем это за основу, поработаем, посмотрим. Это не мама. Не священная корова. Мы можем изменить ее как нужно, если мы видим, что что-то не функционирует. И, кстати, в 1934-м поняли, что система ненародно-выборного президента не функционирует, что правильно выбирать, дать выбор народу. Что важность через этот выбор народа, что люди будут чувствовать себя в политике. Ну, начиная с президента. Ну, вот мы выбрали президента, а не кто-то нам кого-то там поставил из какой-то там государственной телевидении, нам объяснил, что это прекрасно. Это первое и самое главное в этом. Мы можем ошибиться, мы можем не выбрать, не очень сильного тоже. Всякое может быть, но ничего, переживем. Есть парламент всегда, есть всегда процедура, как мы можем, если вдруг там что-то произошло очень неправильно, ну, в смысле для страны, есть всегда процедура парламентарии, процедура референдума, как менять какую-то ситуацию. Так что это не раз было и не только у нас. Но вот мне всегда казалось, что у нашей истории не было, в принципе, такого человека, как, ну, вот Джон Кеннеди, который мог выйти к народу и сказать, не спрашивай, что страна сделает для тебя, а спроси, что ты можешь сделать для страны, и за ним идут, вот, причем идут молодые, и он сам, в принципе, по-моему, был одним из самых молодых президентов. То есть, в принципе, мне кажется, такого вот подъема, воодушевления, которое было после выборов Кеннеди, Америка не знала долгое время. Я скажу, да, это вопрос тоже, ну, личность есть лидера в политике, поэтому я и говорю, что это не только латвийская проблема, да. Это посмотрим, ну, кого я считаю лидером в Америке, последний, по-моему, такой сильный лидер был, да, Кеннеди, и ладно, там, ну, Рейген, может быть, можно так сказать, в Англии это Тэтчер, я считаю, во Франции, по-моему, с Миттераном уже упадут. Да. Кол, Германия, да, но это время, ну, возвращается, потому что, ну, без лидерства нельзя серьезные решения принимать в мире. Они подходят серьезные, даже для Латвии они очень серьезные в будущем. Эти вопросы, которые надо сейчас решать, они оставят, ну, это, нельзя тут просто плавать сейчас. Так что время лидеров приходит везде, и в Латвии тоже нигде не избежит от этого. Это хорошо, я считаю, что это хорошо, надо вдохновлять людей, идти вперед, работать и так, строить свою страну. Кто-то очень долго нам дозванивает, а вас попрошу надеть наушники депутации, и мы предприниматель Дейдзис Шмидц в нашей студии. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Господин Шмидц, я вчера хотел бы вам комплимент сделать. Я, в принципе, с первого вашего символа появления в политике обратил на вас внимание, и, наверное, вы как раз таки отличаете то, что вы как есть, так и говорите. Вот за это хотя бы спасибо, потому что, к сожалению, этот товар у нас тоже в политике в дефиците. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас просто гениально произнесли политический картель, вот, следуя вот этому комплименту, который он сделал, вот доведите эту линию, пожалуйста, логическую до конца. Вот кто у нас, собственно, держит эту власть в кулаке и сжимает, сжимает, сжимает? И в чем это сжатие проявляется? Вот скажите, пожалуйста, еще пять лет назад про Министерство регионального развития, кто о нем слышал? Потому что там Каспар Герхас, который по слагам читает на английском, о нем никто не знал. У нас сейчас влияние на Думы происходит в городах через это министерство, Непл сжимает власть у СМИ и так далее, пытается все на себе зажать. И вот этих вот примеров, их достаточно много. Действительно, этот картель начинает, как бы, знаете, как дерошанная кошка становиться, которая начинает, как бы, атаковать. Вот скажите, пожалуйста, собственно, ну, если и без фамилий, то хотя бы какие-то политические партии, направности, которые, собственно, этим картелем являются? Спасибо. Спасибо. Ну, по-моему, слушатель здесь сам немножко ответил на вопрос. Я считаю, что, ну, я думаю, это очевидно, что нас очень прекрасно удалось, чтобы управлять, надо разделять, да, ну, старые принципы. Мы придумали какой-то раздел по этнической линии, то есть, латыши, который, не знаю, почему считается правым, да, и, ну, скажем так, русский, да, который считается левым, да. И, кстати, оба фланга с удовольствием взяли этот, ну, я думаю, что согласие, например, там, ну, я никогда не видел их как левые партии, да. Ну, я видел их как, ну, там, все, что ты хочешь, так же в латвийском фланге, в латышском фланге, скажем так. Ну, вот пока это мы не изменим, конечно, у нас будет трудности, потому что, когда ты говоришь, что, ну, четверть или, ну, примерно четверть, да, если смотреть в числе депутатов Сейма, четверть или даже треть, было время, когда в согласии было 30 и больше голосов, и если остальные говорят, что, вот эта треть никак не может быть в политике, то есть у власти никаким образом на национальном уровне, то тебе остается эти 70 процентов, чтобы создать правительство, в принципе, тебе все нужны, что бы они не думали, насколько они умны бы не были, как бы не различалось их мнение насчет, там, политики, они все нужны. Это, в принципе, таким образом, и главное, что там можно разное, ну, главное, что это все искусственно же, да, мы же знаем, ну, реальная жизнь, что поэтническим, может, там есть, да, у кого-то другой взгляд, там, не знаю, Латвии, там, Южный Союз или нет, или больше друзей с Россией, или, ну, есть разные взгляды всегда, но не поэтнической желении они. Да. Да, настолько же много, которые любят Советский Союз, это в латышской стороне, да, так что это все придумано, это прекрасно работает, есть силы с обоих сторон, кстати, я думаю, что там есть много вопросов и согласий насчет этого. Хотят ли они у власти попасть, в конце концов, я не очень уверен, да, в национальном уровне, да, они видели, что в Риге произошло, да, так что, ну, ладно, я не, это такие мои, ну, гадания, то есть, я не знаю, как, что они действительно думают, но пока этот раздел будет, да, трудно будет что-то серьезное новое начать, да, но я уверен, я, ну, я давно был уверен, это вопрос времени, ну, это все, это, ну, я думаю, что это уже через два года это можно изменить, да, это меняется сейчас, да, надоело, просто надоело, что эти вопросы, как бы такой туман перед тем вопросами, которые реально важны для Латвии, то, что мы, то, что нас экономически, как я говорил, в последнем месте тут, между, в Балтике, это уже не скрыть, да, это очевидно, и люди это уже понимают, да, и это будет меняться. Что, я думаю, еще случилось, да, в политике, почему так, я считаю, ну, уровень политики такой низкий сейчас, понимаете, помните, это был такой Юр Малгейта тогда, когда, да, 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 и там одна важная, по-моему, фраза была, которую я запомнил, когда Андрюш Шелла кому-то говорит, ну, если не можем своего поставить на пост, кого ставим? Самого большого кретина, ну, на этот пост, если не можем своего, и так и мы тут ставили, то есть те, которые вставляли политики людей по принципу самого большого кретина, и что происходит в конце концов, когда ты долго так ведешь политику, те, которые за кулисами там давали деньги и так далее, один день, это уже, кретина, уже элита, и появляется, как сказать, не знаю по-русски, ну, self-made ideas, которые уже, скажем так, это уже стиль, да, и тогда изменить это трудно, да, поэтому, ну, перемены будут, я вижу, что настрой на серьезных перемен нигде не исчез, он только, если сравнить с 2018 году, то, что КПВ делал, ну, можно это называть попыткой революции, можно это называть политическим хулиганством, по-разному можно называть, нигде не исчезло тот желание перемен, я считаю, что то, что изменилось за эти два года, желание не просто перемен, как с камнем выбить окно, да, а уже другого уровня, да, в смысле, что те, которые предлагают перемен, они могли предложить, что там было ясно, видно, что есть и люди, которые потом, не только не забудут свои обещания, но способны руководить страной, да, это не было КПВ, откровенно, ну, был просто протест, и протест там это очень скоро и перестал быть, ну, в смысле, в целом, да, некоторые остались к этим мнением, в том числе я, но остальные пошли попробовать, как это у власти быть, да. Так что, я думаю, что если, конечно, чтобы и выборы в Рижской Думу, кстати, это очень хорошо показывает, что 60%, более даже, если мы отнимем от этих 40%, которые пошли, друзей, родственников, и тех, которые, ну, просто не могут не идти, потому что мне в 20 лет рассказывали, что если не пойдешь, ты будешь предателем страны, и останется только те, которые действительно пошли, ну, вот я вот это, хочу этого человека мерам, эту партию, она мне нравится. Сколько процентов от этих 40 были такие? Так что, это то есть, единственный важный результат в выборах Рижской Думы для меня было то, что есть огромный потенциал другим, другой политики, что просто люди не идут на выборы, потому что нет, 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 нет другое направление, да, вот это, это показывало, что есть, скажем так, в политическом рынке, да, спрос на что-то другое, и кто-то это сможет, сумеет принести, тот и будет руководить страной не 4 года, а больше, 12, по меню. Ну, как сделать, если вот действительно многие говорят, что активные люди, которые выражали свой протест, они уехали, ну, то есть, вот как-то многие были разочарованы, и есть еще одна проблема, мне кажется, ну, вот классическая тоже фраза Эйнер Репша, как мы могли не обещать, то есть, вот люди часто верят, ну, я не знаю, вот, во всяком случае, до последнего времени верили обещаниям, то есть, вот получалось, что каждый год политики умудрялись, все-таки вот предложив какие-то новые обещания, получить голоса избирателей, которые забывают, но потом вот как-то это могут быть пожилые люди, это могут быть, ну, по разным причинам. Люди разные, и, конечно, будут и те, которые будут наивно верить в какие-то обещания, они нигде не денутся, вопрос сколько таких, которые в это уже не верят, и которые как раз верят в то, что какие-то личности из бизнеса, из университетов, из медицины, из предпринимателей, которые в своей жизни что-то доказали, что они, ну, борются за страну, не только за себя, и что они отвечают за слова. Я думаю, что готовность голосовать за такие люди очень выросла, да, и, например, ну, это я просто вижу по дискуссии, где я участвую, когда я говорю, что надо сделать экономики, и говорю потом, что, ребята, ну, что бы я, что бы мы сейчас не сделали, ну, что прекрасно, на ноги бы отпустили до такого уровня, чтобы мы бы конкурировали с Эстонией и Литвой, если у нас агентство и институты там работало очень прекрасно, если у нас был свой национальный банк, который кредитирует экспортивные, ну, предприятие на экспорт, если бы сейчас все сделали за три месяца, как надо было бы сделать, результат такой реальный, ощутительный результат будет через 10 лет, потому что это не происходит так быстро, что кто-то тут инвестировал или наши сами предприятия расширялись, они должны принять решение, это спрашивать капитал, это спрашивать время, это построить, пустить рынок и так далее, 5-10 лет, ну, 5 лет минимум, да, ну, серьезный результат может быть через 10 лет, это мы видим, кстати, в сравнении с Литвой, да, что, я знаю, что они сделали 10-15 лет назад, и вот тут они, вот только сейчас они так сильно нас обгоняют, во всех отраслях, если мы берем производство, экспорт и так далее, да, но это, это, ну, чтобы это произошло, 15-10 лет назад они принимали правильные решения, да, так что не будет так, что мы завтра мы их обгоним, это надо откровенно, если ты можешь объяснить, человек ведь хочет видеть, что есть будущее, ну, а не будущее, в смысле быстрый кредит завтра, да, есть, конечно, такие, которые не будут так думать, но я вижу, что процент тех, кто понимает, что жизнь немножко сложнее, чем обещание до выборов, это число людей намного, ну, то есть, растет с днем на день, понимание, мы тоже, мы молодая страна, мы много, мы в обещание верили, да, потому что молодые, если в Швеции кто-нибудь пойдет и расскажет, что завтра он принял два решения, у тебя будет зарплата в два раза больше, наверное, очень мало людей поверят, они знают, что это не так, но мы не в Швеции, у нас тут, 30 лет назад выпустили из Ферми, да, так что, так что, это есть, конечно, объективный у нас вопрос роста, но не объективно то, что если мы сравним себя с нашими соседями, вот это не объективно, в смысле, там нет объективных причин, там есть только наши недоделки, наши проблемы, да, там нет уже чем, конечно, с Англией, с Швецией нам есть о чем сказать, почему мы так, там они там, да, но нету, когда Эстония нас опережает уже полтора раза, нету там никакого объяснения, никакого. У нас очень много звонков, я вас опять попрошу надеть наушники, чтобы услышать. Доброе утро, здравствуйте, пожалуйста, ваш... Доброе утро, я прошу прощения, я не очень по поводу вашей в данный момент дискуссии, хотя очень интересно. Я хотела вот что спросить, когда вы анонсировали темы, а по поводу 13 октября, день освобождения Риги, вы не хотели бы поговорить на эту тему. Хорошо, спасибо. Да, ну вот, говоря, тут мы можем затронуть и вопрос георгиевских ленточек, по поводу которого вы тоже так очень ярко высказались. Вот эти, я понимаю, что в любом случае есть национальные какие-то вот особенности, разное восприятие, может быть, истории русскими латышами, и я прекрасно помню, что, в принципе, если раньше как-то это воспринималось более спокойно, вот мне кажется, что с годами все равно вот происходит какое-то вот расслоение, все сложнее и сложнее найти какие-то общие точки соприкосновения. Я не знаю, я считаю, что Вторая мировая закончилась давно, и в моей семье было по разным фронтам, деды и так далее, я считаю, что мы можем очень долго искать, чем мы различаемся, где у нас несогласие, и всегда найдем, даже в семье, между братом и сестрой, мы можем очень долго искать и найти, почему мы можем не разговаривать на следующие 30 лет, а, по-моему, правильно находить те пункты, где у нас есть общая история, есть чем, ну, в смысле, где мы можем договориться, идти вперед, и я не хочу эту дискуссию общую, то, что я говорил на что-то ленточках, то же самое, да, если мы будем запрещать людей носить ленточки, сегодня запретим эту, завтра ту, потом ту, а потом вообще забудем, почему у нас страна, так что я считаю, что война закончилась, и чем мы быстрее мы это поймем, тем лучше, да, знаете, если ну, там, латыши, русские, мы не должны все решать задачу, ну, государственную, знаете, как по физике, мне очень нравилась физика в школе, олимпиады шел, и так, мне очень нравилось, ну, в смысле, ну, чтобы ты разрешал задачу физики, ты должен консультировать изначально данные, ну, да, и если ты хочешь задачу разрешить, ты не можешь игнорировать какие-то данные, ну, ты можешь там решать, там, полгода тогда, но не разрешишь, если ты будешь сказать, вот эти данные не хочу видеть, это хочу, то есть у тебя есть данные, которые есть, руководительной страны, есть такие данные, ну, и не были в 91-м, сейчас в 2000-м или 2020-м, и с этим данным надо решить задачу, задачу, я считаю, которая должна разрешаться, как, ну, поднять уровень жизни Латвии, чтобы все люди, ну, как сказка заканчивается, жить долго и счастливо, ну, то, что мы и желаем, почему не так заканчивается, во всем мире, жить долго и счастливо, да? Да. И это задача каждой страны, каждого правительства, и я думаю, что как-то, ну, не знаешь, Швейцария тоже там очень многонациональная страна, правильно, да, там несколько государственных деликов, как-то никто там не обсуждает, там, хорошо, плохо, как-то там, просто когда есть хорошо, ну, когда ты первая страна в мире по уровню жизни и так далее, как-то, я думаю, там, история тоже так, ну, начинает забываться там, ну, и разогласия тоже начинает забываться, если, думаю, если бы все концентрировались бы, как Латвия обогнала бы не только Литву, Эстонию, а через 50 лет Швецию, да, ну, я думаю, если бы каждый вот политик об этом думал в первую очередь и смог бы посередине ночи ответить на этот вопрос, как он лично, что он сделает, чтобы это так было, я думаю, там места уже обсуждать истории не нашлось бы. Вот, говоря про жить долго, сейчас в эту эпоху коронавируса опасную, вот у нас буквально осталось немножко времени, но хотелось тоже на это поговорить, вот борьба, ведь ковид внес большие, конечно, сложности с экономикой, мы сейчас видим, что нежелание вводить, ну, вот многие удивляются, что когда было там по 7 человек в день в заболевших, то у нас был локдаун, а сейчас вот бывают там 137 и не вводится. Понятно, что это ударит очень сильно по экономике, вот как вы считаете, будет ли помощь государству во время второй волны коронавируса и нужна ли, ну, вот я знаю, знаю, что вы высказывались тоже вот по поводу того, ну, помощь, например, ресторанам, отелям, ну, каким-то вот пострадавшим от этого отраслям. То, что мы делали в первой волне, вот, где это было, ну, с точки зрения, я не считаю, что там с точки зрения помощи бизнесу, это была катастрофа, да, ну, ну, ладно, пусть это было так, как было, вопрос поняли, они что сделали неправильно, мне нет такого ощущения, что поняли, да, мы не смотрели на отрасли, мы не смотрели на бизнес, мы смотрели, как это, пособие, ну, это неправильный вообще подход, мы должны были сделать так, чтобы наши главные отрасли, главные предприятия не исчезли бы, чтобы не могли возвратиться сразу быстро в рынок, в момент, когда этот рынок восстанавливается, да, но это другая цель, мне немножко другой взгляд, я думаю, что то, что у нас сейчас вырастает, это, ну, показатели тестов, что есть коронавирус, снова вернулся, и даже намного больше, чем в марте, в Латвии конкретно, я это не считаю главным вопросом, главный вопрос, по-моему, какие последствия этого, сколько у нас в серьезных случаях, сколько у нас в смертельных случаях, если тут сравнить, и тут Латвия, конечно, очень низкая была тогда, ну, там, какое-то чудо, или там, прилив туберкулезный в свое время, или что-то, не знаю, что нам сработало, может, и правильная политика в то время, но, если посмотреть на странах, где это было серьезно, там, не знаю, в Британии и так далее, мы видим, что при таком же заболевании уровня, случаев, ну, сложных случаев и случаев смерти очень мало, меньше, чем у классической гриппы ежегодного, и просто вопрос, когда мы скажем, где этот уровень, где мы говорим, все, ну, это пришло, эта болезнь есть, она не такая страшная для, ну, если у тебя с иммунитетом все в порядке, и все, просто, ну, это факт, да, я вижу, что главное, что надо смотреть, это индикаторы серьезных случаев, это реально, сколько я там все графики смотрел, он упал, то есть, эта болезнь явно мутировалась, или у нас тесты неправильные, это еще один вопрос, показывает ли эти тесты реально заболевших, или это, она, она показывает какие-то следы возможной болезни, а может и не той болезни, да, это еще очень хороший вопрос, потому что есть, я только что прочитал, там, мнение, ну, из-за Оксфорда, ну, они говорят, что эти тесты, которые нам дают в мире, они не для этого думаны, ну, и не показывают, то есть, там, он показывает, что есть риск, что у тебя это, ну, что у тебя конкретно, это еще хороший вопрос, так что, ну, ладно, я тут не буду, я не эпидемиолог, я не бизнесом тестов не занимаюсь, но вопрос, если действительно так, что риск меньше, чем классическая гриппа, то вопрос, что мы тут сейчас сделаем, и никто не сказал, мы знаем какой-то уровень тестирования, где там, ну, не знаю, закрываются границы, или закрываются школы, ну, и так далее, а где этот уровень серьезных случаев господализации, или так далее, или уровень смерти, где все откроется? – Ну, этот уровень никто нам не сообщал, да, я просто, ну, я, если я прогноз дать, то до конца года мы будем, ну, то есть, до конца года придется признать, что он здесь, и он останется, и что не так уж страшен более, и бизнес, и все должно пройти, как было. – Да, но как вот изменится бизнес? Я знаю, что вы даже говорили о том, что, ну, занимаясь рыбными консервами, увеличилось, увеличились продажи… – В те конкретные месяца, да, там очень большой взрослый, но, конечно, он не может продолжаться бесконечно, он там будет корректировка, то, что до сих пор неизвестно, те, кто сильно начали покупать теле и покупатели этого продукта, ну, так, в нормальной остановке, или просто склад дома сделали, да, трудно сказать, но ясно, что есть, да, ясно, что есть отрасль, ну, и по рыбной продукции, там тоже сложно, ну, когда Рейерс, например, министр финансов хотел там по отраслям пройтись, да, вот это отрасль мы там поддерживаем, мы эту отрасль не поддерживаем, мы очень сильно были против этого, ну, в конце концов, ну, он изменил отношения, ну, после два месяца, потому что и моё, и отрасль, и рыбная отрасль. Если смотреть консервную часть, да, она в кризисе выросла, если смотреть там филитирование лосося, то есть хорика, то есть рестораны, ну, там всё упало на пару месяцев так, что вообще ничего не было, все эти переходы, которые закрылись, то есть шведский стол просто перестал эксистировать в три месяца, потом он как-то вернулся, да, это довольно быстро произошло, произошло, но всё равно, да, так что нет такого отрасли, который бы точно вся страдала, и даже по туризму, мы можем это сказать, ну, тот туризм, который входил в Ригу, в гостинице в Риге и так далее, там ужас сейчас, и посмотреть это лето, там лепая и так далее, там всё прекрасно, да, так что, ну, потому что с Риги люди едут туда, а иностранцы в Ригу не приезжают, да, ну, так что нигде было чёрно, То есть нельзя одной линейкой просто мерить и давать просто на отрасль деньги? Надо смотреть, есть, конечно, объективный показатель упада оборота в каждое предприятие, поэтому и надо было проходить, и не давать там деньги, чтобы человек сидел дома, а давать деньги, если ты видишь, что предприятие спад, ты даёшь деньги как раз предприятию вместе с предприятием и поддерживаете эти рабочие места, и может, даже может одолжить такое, было родное производство, где вот был взрос, ну, спрос это 30%, где компания инженеров одолжила работников, ну, на это время, чтобы они могли там, ну, помочь произвести то, что есть спрос, а потом вернулись, как нормализовалась ситуация, мы сказали, те должны, которые получают пособие, должны сидеть дома, почему, почему они не могли бы, не знаю, там, у Рижской думы там какой-то общественной работы делать, ну, например, ну, почему сидеть дома, что это такое, больные должны сидеть дома, ну, а не те, у которых есть проблема сейчас, ну, ладно, это, это и есть проблема, что мы не можем в этой политической системе защитить того, чтобы пока не имели примеры в министерстве финансов и экономики, понимали что-нибудь в экономике, это была такая маленькая цель в политике, которая должна была быть, ну, как-то в ближайшем будущем достичь этого хотя бы. Ну, что же, у нас на самом деле завершилось время разговора, я напомню, что депутат Сейма предприниматель Дейдзе Шмидт сегодня был в нашей студии, спасибо вам большое и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok